В очередную нашу рабочую неделю, соответственно, вы присутствуете на вебинаре. Счастники. Ага, я так смотрю, потихонечку народ прибывает. Вот, значит, соответственно, по регламенту, кто первый раз заходит или кого приглашаете, значит, мы ведем информационную неделю венчурного криптофонда таким образом, что в понедельник в 18 часов презентация краткая, насколько это возможно, насколько я стараюсь, как бы сейчас, ну, стараемся свести хотя бы к 35-40 минутам. Потом мы с нашим ответственным секретарем Международной ассоциации, Некоммерческой саморегулируемой ассоциации венчурных инвесторов, Валерий Николаевич Голубатюком, выстраиваем вопросы-ответы. То есть, соответственно, я во время введения не отвлекаюсь на вопросы, соответственно, то, что вы пишете, я вижу, что вопросы идут, Валерий Николаевич их фиксирует в конце, наиболее значимые, которые действительно интересны для аудитории, которые интересны для записи, он, соответственно, их озвучивает, я отвечаю, таким образом у нас получается рабочий материал. Потом с Владиславом Тихонюком мы делаем боевой листок, то есть это его очень такая важная, ответственная работа, которую он на себя взял. Соответственно, это тезисы вебинара, и потом вопросы фиксируются отдельно, ответы, краткие тезисы, нарезка из видеоряда. Таким образом это становится рабочий материал. Мы сейчас, это уже для Эмилия и для наших друзей, по просьбе немецких и итальянских наших партнеров, мы как раз эти материалы начнем переводить на уже как раз языки, чтобы не полностью переводить вебинары, а именно материалы, которые сейчас готовы. Вот, друзья, в понедельник задача сейчас, ту, которую я перед собой ставлю и мы сейчас как команда ведем, вообще это презентация, чтобы после, соответственно, этого вебинара было понятно, что такое венчурный криптофонд, ЮТЭК, какие задачи мы ставим, что такое трендовое инвестирование, почему сегодня, когда вы интересуетесь, или если вы входите к агорту и себя причисляете к венчурным инвесторам или к людям, которые интересуются будущими технологиями и хотят принять в этом участие, то вам как минимум интересно присмотреться, что делает наша команда, ну, а, соответственно, как максимум еще и зовем вас в очень интересную и очень серьезную работу. Значит, это понедельник 18 часов, вторник 19 часов, это у нас уже становится традиционным таким экономическим вебинаром, связанный с криптопрограммой фонда ЮТЭК, это запуска своего модульного криптоприложения, запуска своего блокчейна, подготовки выхода уже на криптобиржи, соответственно, это все, что связано, и здесь в этом плане мы еще и показываем, чем мы отличаемся от сегодня уже существующих команд, существующих криптопроектов, потому что мы действительно идем своим путем, и здесь мы готовим свою очень интересную программу, увязанную уже с реальным производством, с реальными именно уже стартапами, которые выходят в индустриальную сферу. Сферу в среду, это у нас технологический день, сегодня мы презентуем, и там идет презентация пока одного проекта, это Бензаботы, это проект, где фонд ЮТЭК наступает уже сегодня информационным и финансовым, и уже реальным партнером, и, соответственно, мы совместно с командой авторов, разработчиков, инженеров и менеджеров этого проекта представляем его уже как совместный проект команды Бензаботов и ЮТЭК. Ведет эту основную часть Игорь Хальзов, то есть он показывает и привлекательность, и выстраивание уже партнерской программы конкретно проекта Бензабот, и как это увязывается все с нашей именно общей стратегией и токеномикой, соответственно, фонда ЮТЭК. После конференции 1 февраля, то есть в ближайшую субботу, мы добавим еще два проекта технологических, это один проект, связанный с обработкой скважин, это нефтеботы, это электроимпульсная обработка, и еще мы сейчас на стадии завершения переговоров, это программа по уже инновационному крекингу, это наша нефтяная программа. Со временем мы будем еще добавлять туда проекты, и таким образом среда у нас будет технологический день, где мы будем именно рассказывать и презентовать, и более глубоко вникать уже именно в технологические основы и технологическую платформу работы нашего фонда. Четверг в 19 часов – это основной технико-экономический вебинар, где мы, в общем, показываем и экономику, и экономику, и перспективы работы инвестиционного венчурного фонда, криптофонда, друзья, еще раз подчеркиваю, потому что мы все дальше и дальше все-таки выходим к тому, что работать мы будем только с криптоактивами, с чего мы и начинали год назад. Со временем мы все-таки по просьбе определенной категории инвесторов, которые не работают с криптоактивами еще, для них это довольно-таки сложная суда, мы все-таки вернулись к тому, что мы работаем отчасти как традиционные фонды с реактными деньгами, с прямыми инвестициями, но это, друзья, очень временная и вынужденная мера, мы все-таки все больше и больше, и я думаю, что к лету этого года вообще откажемся с запуском своего модульного криптоприложения и уже мульти-криптокошелька, мы откажемся от работы с прямыми фиатными инвестициями, и войти можно будет в фонд только через уже сложившиеся криптобиржи, с криптоактивами, с которыми у нас партнерские отношения. Мы сейчас принимаем биткоин, мы работаем с командой призмачей, то есть мы напрямую принимаем призму, но сегодня уже прямо на подходе у нас подключение эфира, вот, соответственно, по мере развития будем еще подключать наиболее значимые криптоактивы, по мере, когда наш собственный ют, United Technology не выйдет на биржу, и мы уже не будем использовать обменники, которые сегодня уже традиционно, и те, которым пользуются все, кто работает уже в криптомире, криптосообществе. Соответственно, пятница, друзья, в 13 часов по Москве, в 12 по европейскому времени, это уже презентация и работы партнерской программы нашего фонда, криптофонда United Technology Industry, это работа с личным кабинетом, это уже построение профилактики бизнеса на экономике, которую выстраиваем мы, соответственно, этот вебинар ведет, ну, встречу ведет для партнеров, мы ее не транслируем уже в закрытую часть в соцсети и не даем запись, ее ведет директор нашего фонда, Юрис Мартонс, соответственно, это уже для тех, кто активно в этом работает, и кто активно строит бизнес уже и сейчас, и зарабатывает вместе с нами сегодня, соответственно, это вторая часть. И, соответственно, еще выстраивание уже аргументации для тех партнеров, которым надо доводить и доносить информацию, связанную именно с работой фонда и с тем продуктом, который сегодня формируется и мы выводим на рынок. Ну, вот, друзья, это такая краткая информационная неделя, значит, соответственно, эта неделя у нас очень значимая для всей команды, для меня лично, для проекта UTEC. Это, друзья, связано с тем, что 1 февраля мы проводим первую научно-практическую конференцию под эгидой уже международной некоммерческой саморегулированной ассоциацией венчурных инвесторов, одним из инициаторов создателей, которым мы с Мартанасом, с Юрисом были. Соответственно, это формирующаяся уже саморегулируемая организация, которая начинает играть и более-менее устанавливать правила игры хотя бы для того, чтобы те, кто сегодня создают сообщество венчурных инвесторов, чтобы это было и защищенное понятие, и введение такого понятия, как коллективный инвестор, и коллективную юридическую защиту, потому что зачастую сегодня, не секрет, многие из вас, да практически все, наверное, кто сегодня присутствует на наших встречах, они участвовали в том или ином венчурном проекте, в том или ином, скажем, стартапе, и в большинстве на то это и стартапы, и рисковое финансирование, чтобы это были неудачные попытки с точки зрения финансового вложения и получения обратной инвестиции, прибыли на них. И, соответственно, те правила, казалось бы, которые здесь невозможно установить, им, потому что здесь не играют государственные лицензионные, скажем так, надзорные органы, здесь не играют юридические очень многие отношения, потому что это все идет на доверие. И казалось бы, для многих, что правило здесь, ну, скажем так, быть не может, кроме порядочности с одной и с другой стороны. И в этом плане как раз мы сейчас работаем и создаем сообщество венчурных инвесторов, потому что это наименее защищенные сейчас эти горы, потому что инвестиции обычно делаются небольшие, люди, которые инвестируют, доверяют той команде, потому что здесь все идет в основном на доверие. И в этом плане для того, чтобы вот эти собиралы и обещалы не пользовались, соответственно, доверием людей, необходимы определенные правила игры. И в этом плане мы сейчас вводим новое понятие как коллективный инвестор, когда идет это через ассоциации. Мы вводим сейчас юридическую защиту через смарт-контракты, это абсолютно новое сейчас слово, которое мы сейчас заводим, в эти правила игры вводим. И, соответственно, прозрачные правила игры для того, чтобы все, кто декларирует свои цели, чтобы потом отслеживать, как эти цели выполняются. И особенно это касается команды разработчиков, когда они входят в рынок инвестиций, привлекают на крауд-инвестинге, то есть это создание крауд-инвест-проводящих систем, то есть большое сообщество людей, которые рискуя своими деньгами, верят разработчикам. Но потом очень часто по ходу работы разработчики меняют правила игры и, соответственно, инвесторы не то, что не получают прибыль или венчурные премии, на которых они рассчитывают, еще и свои инвестиции становятся эфемерными. И вот как раз правило для того, чтобы есть, это сообщество само может определить правила игры. И вот это как раз и будет обсуждаться 1 февраля на конференции. И еще очень важный момент, что мы собираем под эгидой ассоциации команды, которые сегодня делают очень значимые перспективные стартапы, которые уже сегодня просматриваются в очень серьезные бизнесы. И мы как раз уже через инструментарий United Technology Industry как финансового уже инструмента сегодня выводим на промышленное применение этих технологий. И в этом плане мы будем показывать вам перспективы, будет автор и вдохновитель проекта «Бензоботы» Илья Шевшов, который будет рассказывать и показывать о перспективах и возможностях сегодня создания мировой сети роботозаправочных станций, которые увязаны в единое приложение, ввязаны в единую току. Это, скажем, токеномику, которая повышает доходность проекта. Также будут команды, инженерные команды, которые занимаются инновационной повышением добычи нефти, крекингом. Соответственно, это направление, скажем так, традиционной сегодня экономикой, но они увязаны все единой системой базового актива, который мы сегодня запускаем именно как свой модульный криптомессенджер. Это фактически сегодня такой традиционный мессенджер или традиционный метод работы в интернете, но который стоит уже на блокчейне, который соединен с криптокошельком. Естественно, что мы сами не разработчики, тут не надо говорить, что мы пытаемся составить сегодня конкуренцию Uber, который работает, или там, соответственно, сейчас WhatsApp в этом направлении, Telegram, Дуров работает в создании именно мультикриптокошелька, который работает и как обменник из криптоактивных. Поэтому мы сейчас формируем свое требование, свое видение, как мы делаем свое криптоприложение, а за базу мы возьмем наиболее... Сегодня активнейшее в этом направлении работает и меняет свою экосистему Виталия Бутериан, который создал экосистему эфир. Поэтому это у нас, друзья, проработки и к тому времени, когда мы запустим проекты и будет понятна их перспектива, а это этого года, то есть лету, соответственно, мы и определимся на базе чего соответственно мы будем выпускать свой ют и что будем использовать как базовый актив для создания своего блокчейна. Сегодня предложение об этом завтра. Ну вот, я сейчас довольно-таки быстро и поверхностно пробежал основные направления и проекты, которые мы ведем с анонсом конференции. Это, друзья, уникальнейшее событие, потому что команды, которые уже и показали свой результат и показывают свои масштабные проекты, использующие краудинвестинг именно как венчурное финансирование, будет Денис Тяглин, это очень интересный и я бы сказал, мы его между собой называем как наш сибирский Илон Маск, интереснейший парень, который создает, ведет проект, который всегда смотрит будущее и очень интересно и свой проект, и у него всегда отношение к другим венчурным проектам, поэтому всегда интересно его слушать, всегда интересно смотреть за развитием проекта, которым он принимает участие, поэтому он ведет проект Energy 20, соответственно будет его выступление, будет выступление, как я уже сказал, Ильи Шершова, это именно бизнес, который создается сегодня, и он трендовый, и он базовый, и он очень интересный, и перспективный в скажем так, в горизонте 3-5 лет, это крайне интересный перспективный бизнес, соответственно будет команда Solar Group, которые вывели уже не один проект, и основной сегодня, и такой более значимый, известный сегодня во всем мире, это двигатели Дюнова, которые продвигают, ну там, Дмитрий Александрович Дюнов, это Тесла нашего времени, это тот, кто создал новую теорию волнового взаимодействия, и на базе этого создал уникальнейший электродвигатель, друзья, другими словами сегодня это не сказать, и это революция именно вообще в вообще всей транспортной системе, мы сегодня настолько глубоко в это входим, и мы стоим на острие, именно как United Technology Industry, что интересно и послушать команду, которая создала и вывела именно как стартап, и следующий шаг, что мы уже совместно с этой командой, а конкретно и Андреем Лобовым, это как руководителем уже инженерингового направления, который делает практическое применение двигателей Дюнова, мы вам расскажем о своей программе запуска наших уже не электрокаров, это даже не электросмарт-кары, друзья, это следующий шаг, это создание нового метамобиля, то есть нового движительного средства, но это модульная система, и мы вам покажем, что первую эту программу мы назвали Леонардо в честь, скажем так, выдающегося футуролога всех времен и народов Леонардо да Винчи, вот опять же, друзья, мы тоже здесь не делаем никаких новых шагов, Илон Маск свою программу по созданию электрокаров и сети взаимодействия, как он называет, уже транспортных гаджетов, назвал в честь Николаса Тесла, выдающегося физика Тесла, вот, соответственно, мы уже идя по этому тренду, потому что Илон Маск очень интересно показывает направление, это, скажем так, ледокол, который идет сегодня в венчурном и таком тренбом инвестирования, и мы, соответственно, свою программу по созданию нового движущегося средств, нового транспортного гаджета, нового метамобиля назвали Леонардо. И на этой выставке, на этой конференции мы покажем Лео-1, то есть первую модель, которая транспортным модулем, мобильной платформы мы взяли нашу традиционную Ниву 21-21, соответственно, сейчас в обновленном ее варианте туда будет ставиться комплект два электродвигателя, электрогенератор, и как раз где-то к маю месяцу мы будем готовиться уже к автопробегу, когда на одной заправке стандартного бака Нивы мы будем делать без дозаправок и без дозарядки аккумуляторов, соответственно, пробег от центра Москвы до центра Новосибирска, это когда Игорь Хальзову мы погоним его автомобиль представительский именно как проекта ЮТЭК Новосибирск, а это 3333 километра, таким образом, в пересчете на бензиновый эквивалент этот автомобиль будет потреблять менее полутора литров на 100 километров, хотя он может работать автономно только на аккумуляторах, но мы ставим комбинированную схему, то есть когда будет стоять дополнительный бензиновый генератор батареи и эта машина будет... Готовим мы эту программу Леонардо для Эко-смарт-кар-шеринга, то есть следующий наш проект, который мы запускаем, это Эко-смарт-кар-шеринг, что начиная где-то с конца весны, летом мы будем делать первую небольшую серию порядка 20-50 машин и не для свободной продажи, то есть у нас будет либо закрытая подписка, это те инвесторы, которые сегодня по логике краудфандинга входят и заказывают эти машины, соответственно, они будут получать первые эти комплекты, но в дополнение мы будем еще давать дополнительные преференции, что как только выходит следующая модификация, а она будет где-то в среднем в 3-5 месяцев обновляться, машина, то обладатель такого права, то есть кто вошел проект Леонардо на первых этапах, он всегда будет иметь возможность обменять на более новую модель, а те, кто будут уже пользоваться Экосмарт-каршерингом, у них, соответственно, друзья, будут сертификаты, которые сегодня дают практически бесплатное пользование этих каршеринг, потом это будут очень большие скидки, это преимущество вхождения в просумен бизнес, то есть в партнерские программы, которые сегодня сопровождают развитие. Таким образом, это еще один проект, который на наш взгляд крайне интересный, потому что Экосмарт-каршеринг, это каршеринг электромобилей, электрокаров завязаны в единую информационную социальную сеть, соответственно, это полная идентификация с использованием искусственного интеллекта, биометрии, то есть эта машина вас 100% идентифицирует, нельзя там не воспользоваться, не подделать. И второй момент, это уже участие сразу и в транспортной сети как участника движения, и в социальной сети, потому что вы в интернете, благодаря процессору, который стоит на борту, вы, соответственно, с участием искусственного интеллекта намного облегчаете многие задачи, которые связаны и с движением, и с функциями, и в то же время это еще будет финансовым вашим мессенджером, который с голосом может управлять любыми вашими криптой, финансово-активными. Все это будет в единой сети. Эту сеть мы назвали уже Юнет, как объединяет очень много, соответственно, параметров, и Юнет это первый шаг к формированию следующего технологического уклада, на пороге которого мы стоим, и сегодня, друзья, транспортная отрасль, Транснет, сегодня переходит на новый качественный уровень благодаря двигателям до Юнова, благодаря разработкам, которые делаются еще ряд инженерных команд, в том числе инженером Юнитским, как создание струнной системы струнного транспорта, это еще одна транспортная отрасль, которая активно формируется, входит на рынок, а дальше уже объединяясь это с интернетом, с финансовыми мессенджерами и с блокчейном, это создает новую систему, которая уже с научной классификацией является новой сетью, нового поколения, мы ее так назвали объединенной сеть Юнет, и как раз первые шаги мы вам покажем уже на формировании эко-смарт-кар-шеринга, это перспективнейший бизнес, мы за три года планируем как минимум 100-150 тысяч машин по всему миру уже объединить этим брендом и, соответственно, запустить эту систему, вот, а так как она будет наложена на новый механизм на блокчейне, то есть это Unicrypto Banking, то это, соответственно, еще одно направление фонда, которое мы сейчас запускаем, и таким образом, друзья, продукт, который сегодня предлагает вам венчурный криптофонд Utec, заключается в следующем, что мы сегодня выступаем партнерами информационными и финансовыми для конкретных бизнесов, а как я уже обозначил, это бензоботы, нефтеботы, в потенциале мы сюда подключим крекинг, потому что это полный цикл, и очень важно, что это и получение своих нефтепродуктов для реализации в своей сети именно через бензоботы, и второе, это еще и получение сырья для получения уже, соответственно, композитных материалов и новых видов пластика, а это в следующем производственном нашем цикле, в котором это будет являться основой, таким образом, мы сегодня формируем уже инновационную цепочку из технологий, которая и является своим бизнесом высокоприбыльным на данный момент, и в то же время формирует новую основу для создания уже замкнутого, ну, скажем так, полного технологического цикла, целью которой уже сегодня крупный бизнес, связанный уже с участием в системе Юнет. И Юнет, мы много будем об этом говорить, не сразу сегодня можно объяснить и понять и выникнуть, что такое новая сеть, просто это следующий шаг технологического прогресса, друзья, прогресс остановить невозможно, то есть 30 лет назад вошел интернет, это начало пятого технологического уклада, до этого была эра доллара, не к столу будет сказано, доллара и цены на баррель нефти, соответственно, это весь 20 век, это четвертый технологический уклад, можно назвать эра двигателя внутреннего сгорания, ракета, техники, но это все с использованием углеводородного сырья, до этого третье технологическое это эра вхождения электричества, но вся эта классификация, она введена еще Николаем Кондратьевым в начале 20 века, потом развивалась уже советской школой академиком Аганбегианом, кстати, сегодня общался с человеком, который до сих пор с ним общается, ему уже по-моему 92 года, если мне не изменяет, ну и он еще заведующий кафедрой в Академии народного хозяйства, то есть ведет лекции, я сегодня общался с одним своим давним товарищем, он как раз сейчас заканчивает подготовку к докторской диссертации, и я говорю, ну передавай ему привет, потому что я в свое время заканчивал аспирантуру и докторантуру также в его учебном заведении, так что мы пересекались и очень приятно такие вещи иногда видеть и вспоминать. Так вот, это как раз советская школа, которая развивала теорию технологических укладов, ее таким выразителем уже в постсоветский период стал Сергей Юрьевич Глазьев, это академик, Российская Академия наук и Международная Академия наук, и как раз, друзья, это первые попытки нашей советской российской экономической школы заглянуть, будущее сделать макроэкономический прогноз, построить те технологии, которые будут. У них свой взгляд, мы с Сергеем Юрьевичем очень серьезно расходимся именно на предмет основных технологий шестого технологического уклада, потому что сначала в 2003 году, потом в 2005 году он сделал свои прогнозы, связанные с нанотехнологией, с генной инженерией, то, что это будет основной, и нанофотоникой. Соответственно, по прошествии 15 лет, друзья, все эти технологии сегодня также находятся в зачаточном состоянии, они не могут повлиять на глобальное развитие мировой экономики и экосистем, а за это время появились такие уникальные вещи, как блокчейн, соответственно, криптоиндустрией, это не назовешь, а именно крипто направление передачи использования информации, которое меняет абсолютно весь подход к банковской системе, к системе расчетов, к системе имитирования обязательств, и как раз все, что сегодня идет на блокчейне, как сегодня Герман Остерович Греф, что через 5 лет банковская система изменится радикальным образом, и в этом плане мы сегодня участвуем как потребители, потому что мы идем на острие всего технологического прогресса, который есть, и, соответственно, мы сегодня уже создаем свой мультикриптопешелек, что такое мультикриптопешелек, это, соответственно, свободная обмена любых криптоактивов на любые криптоактивы, которые сегодня идут в свободном приложении на бирже, это, соответственно, выпуск своих лайт-токенов под каждый индустриальный проект, который мы делаем, но самое главное это осуществление своих транзакций, своих экономических проектов, которые идут с использованием своего криптоактива, то есть фактически выпуск своих денег для своих расчетов и создание своей экосистемы, в данном случае это экономической крипто-токеномики, но она сопрягается через систему обменников сегодня уже и традиционно существующими фиатными деньгами, то есть это и рублевые, и долларовые, и еврозоны, и, соответственно, с другими криптоактивами, которые сегодня активно развиваются активными членами, кто формирует и работает на этом рынке, но в отличие от традиционных команд, мы сегодня не пытаемся вывести свой криптоактив на биржу для того, чтобы начать ее свободная котировка, то есть ее предложение, а мы сначала создаем экономическую основу, запускаем проекты, которые будут генерить огромное количество транзакций, по нашим оценкам, это миллионы, сотни миллионов в день транзакций, и вот как раз это будет все и сделать криптономику, крипто, соответственно, использование своего актива, и токеномику, то есть когда идет за счет транзакции капитализация активов, и, соответственно, новую форму акционирования, которая идет через новую экономическую эволюцию, то есть сегодня, входя через те токены, которые выпускаются под конкретный проект, это фактически участвование в просумен программе, то есть фактически новая форма акционирования, но не традиционная форма, как сегодня, существует, когда вы идете, покупаете акции конкретной компании, и вы становитесь заложником взаимоотношения этой команды с менеджерами, которые, соответственно, пытаются выстроить свою систему отчетов и скрыть доходы от акционеров, это естественный процесс, друзья, потому что доходы акционеров и расходы компании, это абсолютно противоположные вещи, и расходы компании, как всегда, показывают, особенно с государственным участием, то есть это неэффективная система управления, как в России, и вертикально интегрированных систем, то расходы компании, это зачастую доходы менеджеров, здесь есть конфликт интересов, и дальше взаимодействие между самой компанией, налоговыми органами, фискальными органами, которые пытаются взыскать свою часть, и, соответственно, конкуренция, которая идет между национальными и транснациональными интересами, это все то, что идет в сегодняшней сложившейся экономике, здесь, почитайте, Миша Делягин выпустил очень интересную книгу, как раз это «Мир и глобальная экономика, глобализация» ну, скажем так, завершающая стадия, вот, поэтому посмотрите в интернете, интереснейшая книга, я могу сказать, и очень интересный анализ, который сегодня есть, и это как раз те противоречия, которые сегодня приводят к тому, что мир стоит на пороге очень серьезного первого изменения технологического, и, соответственно, с этим это экономического кризиса, который идет вслед за этим, и, к сожалению, мы это будем видеть прямо сейчас уже события развиваются, потому что экономический, политический, военный, социальный, и, здравствуй, то есть, как вы помните у профессора Преображенского, что все кризисы начинаются в голове, и, соответственно, вот это вот помутнение или изменение в голове идет большими изменениями, и в этом плане мы сейчас будем постоянно сталкиваться с теми проблемами, которые это будут сопровождать, но при этом, друзья, мы всегда помним, и мы как раз как именно бенчурный криптофонд, как фонд, который направлен на будущее технологическое развитие, потому что мы сегодня отслеживаем, знаем, какие технологии пострадуты, и то, что сегодня изменения, мы их сегодня анализируем и видим, как это будет развиваться, то здесь, друзья, ничего не страшного не, скажем так, не происходит, хотя это будет неприятно для очень многих и коснется практически каждой семьи, я без преувеличения могу сказать, в любой стране мира, но как раз идти всегда в тренде, это значит в то, что закладываться на будущее и участвовать уже в создании будущего, которое будет вас касаться. В этом плане есть всегда у человека два выбора, либо быть сторонним наблюдателем, не участвовать в этом, либо быть активным, либо участником, кто-то продвигает, а еще и инвестором, соответственно, для того, чтобы получать от этого прибыль. В этом плане сегодня просумент программы, которую предлагает United Technology Industry, уникально в том, что можно инвестировать и инвестиции в накопления, которые у вас есть для того, чтобы создавать инвестиционные пакеты, именно венчурных стартапов, которые, на наш взгляд, наиболее перспективны. И второе, это инвестировать свою активность, то есть, именно участвовать в просумен программе, то есть, участвовать в создании партнерских структур для того, чтобы зарабатывать сегодня, и это уже, соответственно, как прибыль, как венчурную премию закладывать в инвестиционный пакет. Это очень интересное предложение, друзья, и я, как минимум, предложил бы, ну, или там, рекомендовал бы вам к этому присмотреться. Соответственно, те технологии, которые мы сегодня выбрали, и мы сегодня предлагаем уникальный продукт с точки зрения диверсификации направления, что мы объединили в одном пакете, который сегодня мы назвали 12-19, то есть, декабря, образца декабря 2019 года. Соответственно, это пять технологий, которые в разных направлениях диверсифицируют инвестиции, но при этом каждая крайне перспективна, крайне с доходностью как минимум 200-250% годовых, а мы сегодня на тот пакет, который формируем, мы сегодня и начисляем венчурную премию по размере 50% годовых, то есть, порядка 3,5% в месяц в тех же токенах, которые можно и через криптообменники, и через криптобиржи, когда они заработают, уже сегодня получать как прибыль, и, соответственно, через них же отслеживать капитализацию, который второй момент дохода, который мы сегодня рассматриваем, это венчурные премии, связанные уже с развитием бизнеса, то есть, бензоботов, нефтеботов, программы Леонардо, то есть, это создание уже смарт-электрокаров и метакаров, и, соответственно, запуск это в систему каршеринга, и уже юникриптобанкинга, то есть, это создание экосистемы на базе Юта, который привязан, соответственно, к основному уже на наш взгляд блокчейн, который определится к весне этого года, потому что сейчас идут большие изменения, и я, как и уже сказал, мы сейчас определяем стратегическому партнеру, кто сегодня здесь есть, мы рассматриваем разные команды, вот, но я вам могу сказать, что на наш взгляд или на то, что мы будем предлагать инвесторам, это будет оптимальное предложение. Таким образом, мы на себя берем, друзья, сегодня ответственность этого трендового инновационного навигатора, именно исходя из того, что вся команда, которая сегодня сложилась, она работает не один год, не два, десятки лет именно в трендовом направлении, в трендовых инвестициях, нам есть каждому, что показать, в каких проектах мы участвовали, как эти проекты сегодня активно развиваются, соответственно, друзья, это научный подход, и сегодня мы формируем новый финансовый именно криптоинструмент, который позволяет участвовать в развитии и получении дохода от технологий, которые станут доминирующие в ближайшие 3-5 лет. Это, друзья, довольно-таки ответственное заявление, и мы готовы нести за него ответственность, поэтому, друзья, весь венчурный бизнес и все, что связано с футурологией, друзья, к сожалению, единственное мерило, это только будущее. Когда время проходит, можно сделать вывод, что было сделано так, что было сделано правильно, и какие ставки были сделаны правильно, а какие неправильно. Никакого предвидения, друзья, здесь нет, поэтому, когда кто-то говорит, что обращаются к каким-то провидцам, шарлатанам, шаманам, как лучше, нумерологам, там, ну, много, то первый вопрос, который я всегда задаю, ребята, какое количество нулей, то есть сколько миллионов, миллиардов долларов на счету у этого предсказателя, потому что сегодня, заглядывая вперед на месяц, год, я уже не говорю, это бешеные деньги. Сегодня достаточно на одни сутки знать вперед, для того, чтобы понимать, насколько это сегодня, в наш информативный век, это большой ресурс. Но так как все обычно эти шарлатаны не такие состоятельные люди, то это говорит о том, что это выдаваемое, желаемое за действительность. Здесь только научный подход, только анализ и только прикладная футурология, как наука, которая формируется сегодня именно в научном мире, как трендовое направление, и мы привержимся именно этого направления, новой науки, как в свое время развивалась и входила кибернетика. Вот, точно так же сегодня, друзья, это только трендовый анализ, анализ тех технологий и событий, которые были в прошлом, соответственно, через призму того, что тут проходит сейчас, экстраполяция и создание индикаторов, которые определяются как индикаторы в будущем, по которым надо идти и по которым, соответственно, будет развиваться на взгляд той или иной научной футурологической школы. Мы сегодня являемся, наверное, не сказать базовой, а одной из составляющих такого трендового направления, потому что мы сегодня ставим горизонты и индикаторы на 5-10 лет вперед. Соответственно, через 10 лет по нашим прогнозам мы знаем, какие будут индикаторы, какие бизнесы развиваться, что трендовые, все остальное мы формируем только исходя из той экстраполяции, которую мы сегодня производим. Поэтому мы четко утверждаем и все технологии, которые сегодня мы становимся партнерами, они являются трендовыми, они являются в той логике, которую мы сегодня закладываем, и они являются теми основополагающими факторами, которые приведут к развитию вот этой новой индустрии, индустрии шестого технологического уклада именно в горизонте 5-10 лет. Поэтому, друзья, если вы хотите в этом участвовать, вам это интересно, то мы рекомендуем подключаться к нашему фонду, мы рекомендуем участвовать в этих направлениях, потому что из тех пяти основополагающих, которые входят сегодня в первый пакет, почему я говорю первый пакет, потому что в марте месяце мы вам предложим на ваш суд второй уже венчурный инвестиционный пакет, и в него уже войдут медицинские технологии, информационные технологии, именно с точки зрения обучения, и еще будет одна или две именно игровые, но на новом понимании, это больше, скажем, не чисто игрушки в сегодняшнем понимании, а это уже обучающие системы, и еще связанные еще и с фитнесом, когда вы занимаясь в игровой форме, особенно это для, скажем так, молодых и маленьких наших участников, ну, тинейджеров, когда вы еще и занимаетесь спортом, это новое, друзья, направление, об этом мы будем много говорить, и сегодня с фонд United Technology Industry мы ведем свою индустриальную программу, чтобы вы понимали масштабы этой программы, бензоботы, это 5-10 тысяч в горизонте, 5 лет, бензоботов, которые будут реализовывать от 10 до 100 миллионов литров в день по всему миру, соответственно, понимаете, какое-то количество транзакций, какая-то капитализация, соответственно, по нефтеботам, по нашим планам, это выйти от 5 до 10 миллионов в том нефти с точки зрения инновационной добычи, с точки зрения повышения дебета используя инновационных роботов, про крекинг пока вам сказать не могу, это абсолютно новое, ну, соответственно, это тоже огромные мощности, это индустриальная программа. С точки зрения нашей программы применения уже уникальных двигателей, то, что сегодня сделала команда Solar Group, продвигая двигатели нашего Тесла нашего времени Дмитрия Александровича до Юнова, я могу сказать, что завод, который мы сегодня уже приступили к проектированию и к конце года, то есть где-то к середине это июнь-июль, мы уже начнем привязку его к местности, а где-то ноябрь-декабрь это начало строительства завода, одного из лидеров мировых проектной мощности этого завода, миллиард электродвигателей в год. Соответственно, таких заводов в мире будет несколько, вот, и может быть не только по технологии Дмитрия Александровича Дуинова, хотя я думаю, что ничего другого, более совершенного двигателя в ближайшее время не возникнет. И все остальное, то, что мы сегодня делаем, это и производство нашего метамобиля программы Леонардо, то есть это сначала модули, мы будем брать модули там Нива, потом будем еще брать линейку соответственно автовазовскую. Сегодня у нас уже следующим партнером стоит, мы рассматриваем уже наших чешских друзей, то есть из Брыно, это завод, завод Брыно, это подразделение самой Шкоды, и то, что сегодня они делают, это уже такое, ну а Шкоды это подразделение Фольксвагена, поэтому это косвенное с ним взаимоотношение, но мы сейчас ориентируемся на то, что мы готовим систему, которая будет модернизировать и очень быстро в течение четырех часов любой автомобиль переводить уже сегодня в электрокар, формируя и создавая его модульно, именно модульно электродвигательный редуктор, модульно контроллер, модульно процессор, который управляет, и соответственно модуль батарей, который сегодня дают нам несколько производителей, мы рассматриваем сегодня три направления, это традиционно, ну сегодня уже лидером на этой рынке, это то, что Тесла делает и производит в Китае, это литий-ионное направление, литий-ионовые аккумуляторы и первые машины будем ими комплектовать, сегодня на подходе и мы уже ведем переговоры и заказываем уже литий-кабмиевые аккумуляторы, и еще одно перспективнейшее направление, это никелево-кабмиевые аккумуляторы, это то, что делает наша сегодня инженерная команда Норильского никеля совместно с командой БАС, немецким концерном. Поэтому в этом году мы увидим три, соответственно, революции в аккумуляторах. Но для нас, друзья, это абсолютно, как потребители, все равно мы будем брать лучшие, самые качественные, дешевые аккумуляторы, соответственно, комплектуя ими наши системы как модуля. То есть модульная система, мы сняли, поставили новый пакет аккумуляторов и, соответственно, это повышает качество. Почему мы и называем, что это модульный у нас сегодня транспортный криптомессенджер? Потому что он будет формироваться из мобильной платформы, из движителей, которые будут разных модификаций, из операционного обслуживания, то есть это контроллеры и процессоры, и, соответственно, и включение в сеть уже, и в интернет-сеть, и в финансовую сеть, и использование искусственного интеллекта. А аккумуляторы – это как отдельные блоки, которые мы сегодня делаем. Ну вот, друзья, 49 минут с учетом того, что была вводная часть на 12 минут. То есть сейчас, друзья, мы как раз подводим к тому, и моя задача вот на этих презентациях по понедельникам – это довольно-таки четко, спокойно и доходчивым языком объяснять, чем занимается фонд United Technology Industry, что такое венчурный криптофонд UTEC, какие направления мы ведем, какой продукт мы, соответственно, вводим на рынок, как сформируется доходность инвестиционная в ежеквартальном, ежемесячном, ежегодном исчислении, что такое венчурные премии, которые идут как фонд, что такое капитализация и какой потенциальный, соответственно, рост венчурных премий можно ожидать. Ну вот, друзья, насколько я попытался сегодня в этом изложении дать это вам судить, а мы дальше переходим тогда уже к разделу «Вопросы-ответы». Валерий Николаевич, давай тогда включайся, и что я не успел, или какие возникали вопросы у наших партнеров, но я не успел на них ответить. И, соответственно, как мы уже договаривались, вопросами, которые ты всю неделю собираешь, ты структурируешь эту часть вебинара с точки зрения уже логики вопроса-ответа. Друзья, всем добрый вечер. Я сегодня с резервного компьютера и опять без видео, но это ничего страшного. Ничего страшного, Валерий Николаевич. Будем тебя слышать и работать с голосом. Сегодня вопросов нету, но вот в течение недели поступили несколько. А есть ли лицензии для привлечения средств от физических лиц для инвестиционной деятельности? Что еще раз? Лицензия? Лицензия для привлечения средств от физических лиц. Друзья, то, что мы сейчас работаем, мы не зря же позиционируемся именно как венчурный криптофонд, поэтому сегодня пока регуляторов на привлечение и работу с криптоактивами пока еще не придумано. Поэтому, друзья, мы работаем пока спокойно, без лицензии, потому что это еще не лицензированное направление. Все дальше и дальше регуляторы к этому подходят и пытаются наложить, наверное, правильно рамки на такого рода работы. Но, друзья, по мере того, как это идет сегодня развитие интернет-предпринимательства, то есть большое сообщество, то все наши лицензии, как вы понимаете, друзья, это ограничительный, это уже регламентирующий инструмент. Здесь пока наши регламентирующие органы пока не успевают за той логикой, которая формирует сегодня новый запрос времени, новое интернет-предпринимательство, которым является именно венчурное криптоинвестирование. Поэтому никаких лицензий здесь, друзья, на сегодняшний момент нет. Здесь как раз, мы говорили, здесь есть другая сторона, что настолько это свободная поляна, и здесь правила игры пока не установлены, и этим очень много пользуется недобросовестных, скажем, игроков. Поэтому мы как раз вводим сами сегодня самоограничения для того, чтобы эти правила игры были понятны, прозрачные и как можно более комфортные для всех. Насколько я ответил, Валерий Николаевич, на этот вопрос? Я думаю, что вполне. Еще такой вопрос. Как выбираете проекты, и можно ли предлагать на рассмотрение? Ну, по логике я могу сказать, практически все проекты, кроме создания Юнет, они рекомендованы нашими партнерами. Бензобот, это меня убедил и привел и всю нашу команду. Игорь Хальзов, который показал, что это хоть и традиционный бизнес, но он абсолютно инновационный с точки зрения построения сети, он инновационный с точки зрения построения просумен, то есть партнерской программы, и то, что можно сегодня нефти, продукты с использованием партнерской программы устраивать. То, что снова экономическая эволюция мира, это новое фактически акционирование через блокчейн, через токеномику. Вот, поэтому это идет уже от наших партнеров. Соответственно, нефти-боты, это команда, ну, скажем так, инженеринговой направления, которую сделал академик Калмыков. То есть это тоже, мы являемся здесь просто как информационными партнерами, пока мы, скажем так, обтачиваем систему. То, что инновационный крекинг, вот сейчас идет, это Арина Ким нас познакомила с разработчиками, и мы сейчас в стадии согласования, поэтому это, друзья, тоже идет. То, что у нас возникло направление уже Леонардо, это сегодня модернизация и применение двигателей до Юнова уже в конкретной экономике, и дальше это уже в строительстве собственного завода. Здесь большая заслуга Сергея Шевченко как члена команды Solar Group, и уже Андрея Лобова как именно инженерингового центра. Поэтому каждое такое направление, друзья, оно вырастает из уже сложившейся команды и сложившейся технологии. Точно так же, вот Артем Беляко, да, правильно я фамилию произношу? Балякно. Балякно, да. Это директор и менеджер команды, команды, которая продвигает сегодня изобретение Андрея Владимировича Ченцова. Это тоже уникальнейшее направление. Он тоже будет, кстати, выступать на конференции, показывать и перспективы этой технологии, а мы это уже комплектуем сегодня и разрабатываем в направлении и программы Леонардо, то есть наши будут электрокары, будут формироваться новой экологической в данной системе. Искусственный интеллект мы работаем сегодня с несколькими командами и прорабатываем в DJU, и команда ILA, и команда Яндекса. То есть это сегодня то, что формируется. По критерию выбора, друзья, самое главное, чтобы была очень перспективная трендовая инженерная разработка, команда, которая это разрабатывает, делает, и, соответственно, менеджмент, который сегодня продвигает и активно расплачивает эту технологию. Это основные подходы. Без команды, без инженеринговой разработки и без сетевого построения именно с перспективой выхода в сетевую корпорацию, это без перспективы нет трендово. Вот поэтому это основные критерии, которые мы выбираем по тому, как фонд становится партнером в продвижении той или иной другой технологии. Пожалуйста, подъясните подробнее 50% годовых. Как скоро будет начисляться доход и в какой форме? Откуда он берется? Значит, ну, это инженеринговый. Здесь как раз, друзья, мы как венчурный фонд, соответственно, мы можем себе позволить сегодня хеджировать прибыли, которые будут закладываться через 2-3-5 месяцев и год. Соответственно, формируется, мы берем проекты и в бизнес-планах, которые мы закладываем уже сегодня в основу выпуска своего уюта, это как минимум 150-200% годовых, потому что меньше мы доходность не закладываем в проект, потому что, друзья, если инновационный проект не дает 150-200% годовых, что же это за инновация, понимаете? То есть как раз и интерес к инновационным технологиям и большой только потому, что инженерные решения формируют новую услугу, которая привлекает потребителей и инвесторов и, соответственно, это дает рот. Поэтому каждая наша технология, она в априори прибыльная, очень прибыльная с точки зрения именно технологического инвестирования, именно с точки зрения прибыли. И поэтому 50%, о котором мы говорим, это тот минимум, который мы сегодня закладываем в любую технологию. Но вы понимаете, так как эти все технологии реальные бизнесы, то они не могут приносить прибыль сегодня или через месяц. Но в промежутке год это будет намного выше. Таким образом, мы как фонд сегодня хеджируем эти риски. И мы сегодня инвестору говорим, что мы сразу начисляем, но это риск нашего фонда. Соответственно, мы сегодня, начисляя своими активами, то есть теми токенами, которыми мы сегодня даем как обеспечение пакета, мы, соответственно, начисляем эту прибыль. Но по итогам года мы, соответственно, будем смотреть. Либо мы ее перекрыли, и тогда помимо этих 50%, которые вы получаете как инвестор, мы, соответственно, еще начисляем премию. Либо мы фиксируем убытки, говорим, ребята, технологию, которую мы заложили, соответственно, эту прибыль не даем. Но, исходя из того, что мы сегодня делаем пять разных направлений, и они абсолютно разные, это и, как я уже сказал, трендовые электронаправления и, соответственно, традиционный нефтяной бизнес, то они будут хеджировать риски. И таким образом, мы уверены, что 50% годовых, которые мы начисляем в своих токенах, они будут инвестором, ну, скажем, как минимальной премии. Соответственно, получить эти деньги мы сегодня, опять же говорим, мы закладываем только уже в криптобиржу, когда этот блюд можно будет спокойно запустить и реализовать на бирже. Это лето этого года, то есть мы планируем, что где-то июль, июль начнется свободный оборот. Те, кто входил, как раз мы вбили такую категорию инвесторов 2019 года, и сейчас это продлено до категории первой конференции, то есть кто может войти в эту категорию. Они как раз обладают правом, что это начисление в токенах, которые есть, они могут их выводить сейчас. Вот, но это, во-первых, первые инвесторы, которые для нас очень важны, а во-вторых, это их преференция, соответственно, которую они получили, поддерживая и фонд, и нас как команду в наиболее ранней стадии. Те начисления, которые будут идти именно в месяц, в квартальном и месячном начисления, начиная с 1 февраля, они будут в личном кабинете учитываться токенами, и, соответственно, при первом же обороте вы можете либо их оставлять как инвестиции, либо уже фиксировать их как прибыль, это вот начиная где-то с июня, июля этого года. Очень короткий и конкретный вопрос. Кадры на завод нужны? Конечно. То есть кадровая политика, она всегда формирует, и здесь как раз мы первый, скажем так, ответственный работник, который формирует у нас уже направление завода документации и привязки к местности, это у нас Владислав Тихонюк, у него и большой опыт в работе в предыдущем своем бизнесе, и, соответственно, участие в фонде ЮТЕК с самого начала, поэтому кадры мы формируем, и, как вы понимаете, не я это сказал, кадры решают все. Так что с большим удовольствием и с большим интересом рассматриваем предложение. Переоборудование личных автомобилей в будущем планируется? Скорее всего, имеется в виду кроме каршеринга? Ну, это, друзья, по участию, это будет зависеть от наших производственных мощностей, пока мы закладываем модернизацию только под тем, кто заранее входит в эту программу и заказывает такую модернизацию, вот, и второе, это для оборудования своего каршеринга. Но по мере того, как мы ставим очень серьезную производственную программу, то со временем, да, мы это будем делать, и мы будем принимать такие заказы, когда в течение четырех часов можно будет любой автомобиль с двигателем внутреннего сгорания уже переоборудовать под электрокомплект. Вот, скажем так, не этим летом это точно, но к концу года скорее всего мы такую программу запустим. То есть, видимо, какой-то набор именно модульный, который позволит... Да, 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 мы будем формировать именно пакет, пакет, который будет формироваться из модулей, и, соответственно, естественно, что мы не можем сказать, что все виды автомобилей мы сейчас это будем делать, вот, но по модельному ряду, вот мы начинаем сейчас с автовазовского, с автовазовской линейки, Ниву мы взяли, потому что уникальный модуль, и она двухмостовая, где уникальная схема, где ставим два двигателя через редуктор и напрямую в мост, и она даст уникальные ходовые качества. Дальше мы будем делать это уже вазовскую линейку, которая с перевозкой грузов, то есть это пассажирско-грузовые автомобили небольшого тоннажа. Дальше мы рассматриваем сейчас уазовские пикапы, и следующая максимальная, наверное, по грузоподъемности, это газель. То есть это то, что сегодня требует рынок, перевод на электрокаршеринг, то, что сегодня наиболее востребовано. Поэтому вот в этом направлении мы будем двигаться, и как я уже сказал, мы рассматриваем еще ряд моделей, потому что конкретно пакет может привязываться только к конкретной модели. Он не может быть универсальным. Вот, соответственно, мы его максимально, конечно, будем, скажем так, делать применимым к разным моделям, но все-таки это определенное... Но с другой стороны, ту партнерскую сеть именно наших партнеров, которые будут в регионах по месту привязывать эти машины, я могу сказать, что это очень быстро будет адаптироваться, и я думаю, что наша задача тех комплектов, которые мы будем формировать, на них всегда будет большой спрос, помимо тех машин, которые мы будем запускать к каршерингу. Значит, тут был вопрос по поводу завода, планируется ли он, ну, я думаю, что сразу, который задают, планируется ли он в России, или... Значит, нет, первый завод мы планируем в одной из стран, не будет сейчас четко говорить, Юго-Восточной Азии, где-то апрель-май мы закончим уже все переговоры и подписание документов, и это будет такой крупный, это тот крупный завод. В России сегодня планируется завод строиться в экономической зоне по программе Дмитрия Александровича Дуюнова, то есть это по проекту двигателя Дуюнова, и мы вот этот завод, который будет выпускать двигатели небольшой мощности, то есть вот это до 10 киловатт, одно из подразделений мы также рассматриваем строительство в России, но это не приоритетное направление, потому что я могу сказать, что Россия пока очень сложная с точки зрения эта страна по развитию такой производственной программы. Я так полагаю, что я большой Америке не открою, если скажу, что подбор наших модульных элементов под ту или иную модель автомобиля может быть поставлен на какую-то компьютерную проработку, их как минимум дает ответ да, нет, потому что у каждой несущая мощность там и требуемая мощность двигателя, все это может быть вполне увязано в какую-то компьютерную программу. И естественно не только базовая новая модель, вот сошел новый автомобиль с конвейера, у него одни характеристики, если по износу у него что-то изношено, соответственно на него может быть уже допустим той же мощности не поставишь двигатели, потому что... Валерий Николаевич, давай так, дело в том, что уникальность двигателя, которая как раз говорит о том, что его можно ставить на любую модель, привязка будет чисто техническая через редуктор, то есть нужен реально переходник другими словами, который этот электродвигатель воткнет в машину, и вот этот редуктор это как раз... но здесь с другой стороны, мы сейчас уже с просументного бизнеса у нас есть партнеры, которые, ну, по заводу в Брыно, которые готовы принимать заказы именно на изготовление вот этих вот персональных редукторов. Редуктор, друзья, чтобы вы понимали, это, ну, такой кулачок, поэтому он будет вот как раз привязан к конкретной модели, вот ему надо будет заказывать, и как раз выпуск вот этих редукторов, он и будет осуществлять непосредственно привязку всего комплекта к конкретной машине, вот, но как сказал Валерий Николаевич абсолютно правильно, что мы сейчас работаем над тем, чтобы это унифицировать, чтобы вы заказывали модель по программе, соответственно, этот редуктор выпускался под конкретно вашу модель, это конкретного года, конкретно, так сказать, и именно этим редуктором комплектовался уже тот пакет, который мы будем делать, ну, именно тот модульный пакет, который будет переводить бензиновый автомобиль в электрокар. Поэтому сейчас мы до первых моделей, вот мы первую серию где-то 15 машин до конца мая планируем сделать и, соответственно, с этого момента мы начнем уже делать дальше индустриализацию именно этого направления. Ассоциация только для партнеров или для организаций тоже? Она для всех, она и для тех, кто входит венчурным инвесторам, то есть это ассоциация венчурных инвесторов и как раз вот на нашей конференции именно уже такие проекты, как вот и инженеринговый центр Андрея Лобова и проект Energy 2020 и, соответственно, Аквекс, это уже те, кто будут ассоциативными членами этой международной некоммерческой саморегулируемой ассоциации. То есть она как для физических лиц, как партнеров, которые интересуются и участвуют в венчурном инвестировании, так и для инженеринговых команд, которые предполагают выйти на рынок и используют механизм краудинвестинга, то есть построение инвестпроводящих систем с большим количеством сообщества именно как работающим механизмом. Так что это как для инженеринговых команд, так и для венчурных инвесторов. Ну и последний вопросик. В чате, в Телеграме у нас появилась фотография эмблема ЮТЭХ на стене. Это где? Это меня лично интересует. На стене. Это пока пока это, скажем так, пожелание это будущее, то есть это компьютерное моделирование, но я думаю, что не так далек тот момент, когда это будет висеть на скажем так, на воротах нашего завода. Вот я хотел и хотел это, что это компьютерная модель только, потому что стенка взята реальная, а на нее навешано, скажем. Конечно, конечно, так что это будущее, но очень недалекое, очень недалекое. Ну, в принципе, на сегодня все вопросы. Так, а когда у вас появится свой офис? Что имеется в виду офис? Офис, дело в том, что мы компания нового вида, и мне тогда задают вопрос, офис где? Вот у нас Валерий Николаевич находится в Челябинске, в Магнитогорске, Юрис находится на Украине с переездами то в Риге, то в Таллине, потому что там зарегистрированы наши компании. Я нахожусь в основном под Москвой, в лесу, так сказать, и повожу встречи по интернету, и в Москву выезжаю на встречи. Поэтому сегодня такого понятия, как офис компании, он у нас весь в интернете, мы компания нового вида. поэтому представительские офисы в разных городах, по мере того, как будут возникать партнеры, они, наверное, будут возникать. На сегодня такой необходимости нет. Поэтому, Алексей, который задал вопрос, когда появится офис, что имеется в виду? Офис это где? Ну, можно задать точный адрес левый рукав галактики, Солнечная система, планета. Да, друзья, поэтому сейчас по мере того стартапа, который мы видим и по мере мобильности, и что создание новой реальности и то, что будет третье, скажем так, жизненное пространство у человека, то есть, которым он будет проводить 90% в своем времени, то я могу сказать, что все офисы, они будут в пространстве распределенном. То есть, время, друзья, очень быстро развивается и в этом плане по заводскому офису, скажем, инженеринговому, то, что по партнерству связано, это будет площадка, которая находится на территории инженерингового центра Андрея Лугова. Это то, что будет по программе Леонардо заниматься разработкой и опытным производством и эксплуатацией наших вот этих вот изделий, элементов метамобиля по программе Леонардо. Вот, так что здесь я на этот вопрос, на этот вопрос ответил. Ну все, всех благодарим. Ну что, тогда, друзья, спасибо за работу здесь на свете. У нас такого рода презентации, как вы видите, они несколько открытого вида, то есть, это не то, что по слайдам мы как бы говорим, то есть, в общем, я пытаюсь сохранить одну и ту же канву, но все-таки каждый раз это несколько другая презентация, и это не потому, что, скажем так, попытка выдать новую информацию, а именно таким образом мы несколько по-разному структурируем ту информацию, которую надо доводить. Значит, завтра у нас еще раз крипто-направление, среда, технологический день, четверг, это уже общая экономика, экономика и направление фонда UTEC, именно как венчурного криптофонда. Задача это каждый раз доносить информацию, чтобы интерес к тому, что мы делаем появлялся, исходя из того, что приходит понимание того, что мы делаем, какие цели мы ставим и задачи. И еще раз скажу, что, друзья, наша задача, как именно Unite Technology Industry, это создание привлекательного инвестиционного крипто-пакета, который направлен на создание индустриального выпуска продукта, который сегодня, за которым стоит сегодня те крипто-активы, которые есть. И это инвестиции именно в реальный сектор, но уже на стыке традиционной экономики и крипто-активов, которые это все обслуживают. Вот, друзья, направление, которое мы сегодня делаем. И это с чем мы сегодня идем в то завтра, которое для нас будет очень интересным, очень привлекательным, потому что мы его создаем уже сегодня своими руками, своими действиями, своими активными партнерами. Ну все, друзья, на этом я прощаюсь с вами. Следите за тем, что мы делаем, изучайте то, что мы делаем, потому что в будущее надо входить осознанно, и тогда оно для вас будет и привлекательным, и очень интересным. Все, друзья, всего доброго, до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok